итак дорогие дамы и господа продолжаем наш тренинг мы переходим от мануального массажа спины перешли к лопатке вот таким вот образом сразу начинаем проминать трапецию достаточно жестко готовлю наше тело пациента к непосредственно самую работу лопатки и плеча и для этого мы заводим руку подальше включением сразу обрабатываем таким приемом шестеренка лапа леопарда движется вот движение его можно вниз может поднимать вверх но пока у нас работает эта рука вторая рука захватывает кисть внизу то есть у параллельного пока делалось движение подбираете ее и кладем на поясницу таким образом у нас видеть лопатка максимально приоткрывается на весь от тела отстает максимально так очень хорошо проверяется функциональность лопатки подвижности плеча потому что у некоторых людей бывает настолько напряжаться что прямо вообще отсюда не отодрать и причем в стол аж впивается в стол у спортсменов у тех кто занимается бодибилдингом да у них наоборот у них настолько широко лопатки стоят что аж даже вот выпирает и даже вот тут вмещается ладонь между лопаткой и позвоночником представляете у нас как раз сейчас такой человек появился получился и наша цель проработать под лопаточную вот эту зону потому что здесь как раз вы спрашивали находится все вот эти вот узлы заканчиваются мышцы все мышцы заканчиваются сухожильными сухожилиями сухожилия тут образуя всевозможные связки пересечения друг на друга накладывается поэтому получалось такие вот бугорки они как правило болезненные здесь раз вот тут вот два вот тут вот три 4 соответственно они же они же совпадают и стремительными зонами триггерными точками вот для чего мы кладем руку сюда это во-первых открыть лопатку да во вторых это двинуть максимально плечо от шеи люди бывают настолько скованы что у них плечо так находится такой шарик его вообще очень тяжело бывает обработать поэтому вторая наша рука вот это вот она управляет лопаткой и плечом для этого мы облокачиваемся на крестец ни в коем случае на поясницу она крестец и наше тело по сути вот он косил висит или на это на попорную то часть соответственно в данном случае левая она висит но видно надо просто болтается но случая расслепощается моя собственно поясница и вот эта часть плеча и руки отдыхает висит но мы управляем надо нам побольше разжать вот здесь чтобы проработать плечо да мы подгибаем руку так вот видите распрямляем надо нам больше зайти под лопатку подгибаем руку повыше и вниз и соответственно но те же самые приемы они многократно будут повторяться у нас на разных частях тела но сначала это растирание быстро энергично видимо паска будем хотим пилить вдоль мышц для пиццевидных потом более глубоко я уже работаю вот это большой мякоть большого пальца достаточно жестко и тоже переходим на локоть заметили опять же не отрывая руки то есть я не одно движение закончил 1 раз переставит она плавно переходит в локоть целыми приемами мы продолжаем декомпрессию 2 прохода мы заходим под лопатку максимально если человек у нас просит триггерной зоны ему проработать поподробнее да то конкретно лопатку нас задвинули острием локтя в этой зоне продавливаем прожимаем уходим вот сюда весьма корпус тела как расположение задвигая опять же в очередной раз как много раз двигать трапеции сюда да вот отодвинули расслабили и тут элемент точного массажа включается вот вот ключицы вине соединения вот этой ости включить а там есть ямка где заканчивается трапециевидные мышцы а трапециевидные мышцы она у нас вообще достаточно большая и хитрая начинается практически от шеи вот тут идет до укрепления до окончания этого ости клюшка закончилась дальше по ключицы она идет вот до сюда до середины ключицы туда загибается как будто хватает это передняя это верхняя часть получается трапециевидные мышцы нижняя часть трапециевидные мышцы заканчивается вот здесь где-то у десятого примерно позвонка грудного и подиагонали можно увидеть знаете как сделай руку так как будто сдаешься и будем пить вверх вот смотрите да здесь конкретно видно да вот пучок вот это все это пяти видом из вот еще пошел пучок да да и они соответственно привез к лопатке вот отсюда вот так отсюда так сверху вот это есть вот такой треугольный сухожильный без мышц пускай он трапециевидной мышцей и помогает приводить лопатку назад и вниз ромбовидной мышцы она вот как раз находится вот то есть мы практически через них через всех через большую аппетитную мышцу ромбовидную тоже обрабатываем мы ее будем растягивать вот туда в ту сторону получается в дальнюю но сначала про точки покажу . находится вокруг всей лопатки вот уголок у нас выделил сейчас его явно видно да вот тут находится хрящ правил болевая точка давим мы по проекции в тело организма перпендикулярно но любым пальцем но удобнее всего конечно большим самый сильный да то есть вот первая точка на этой ямочке с вибрацией по лопатке вторая точка посередине третья точка на уголке лопатки дальше меняется угол нашего нажатия с этой стороны раз два три четыре примерно . ну вот это получится а дальше просто отжимаем лопатку . этих нету вот количество точек тут на самом деле много нам всех знать не надо китайский иероглиф изучать тоже не надо в принципе вот этого достаточно на самом деле я не в три вида вот так много в 0 лопатки много-много вот так вот точку даже сейчас видно данный рисован как бы вот на камеру видно здесь очень много . да нам они все не нужны мы сейчас на китайский массаж делаем да вот основные просто триггерную зону прошли продавили рожая вот есть очень часто бывают тяж такой короткая мышца нас параллельно идет с трапециевидным мышцы вот отсюда до сюда она цепляется с шейной мышцей идущий кранцы с видимо от росту до сюда и как правило ну не у всех на бывает именно не жалуются на тянута нога на тянута прям жесткую как как палочку такая да я очень удобно прощупать в этом состоянии и отдельно промять вдоль нее соответственно когда я локтем делал я не тоже туда-сюда растягивал до тяну и отдельно еще прием вибрации когда мы кулачок сжимаем полностью и вот этими костяшками пальцев все трапециевидные мышцы совсем вот этими обозначенными нами да в данном случае сверху вниз вот так в подигонали в уголок лопатки потом перпендикулярно лопатки небольшим углом снизу вверх и еще вот эта часть тоже снизу вверх видите с вибрации как помните он говорил что вибрация у нас постоянно тоже используется в наших вновь приемах потому что рано или поздно спазмированные участки и не смогут противодействовать и расслабиться заканчиваем прием тем что обработку лопатки тем что уводим всю нашу массу кровь только не поднялась до и вводим ее в подмышную зону соответственно достаточно жестко также не меняю позу кулака круглые мышцы их можно качать сюда вот выводим и расслабляем руку опять же побоими руками лопа леопарда и уводим всю нашу пропитавшуюся ткань мистер сужит без кровь лимфу всего туда если нам хочется дополнительно добавить мануальное воздействие где-то и зажимы чаще всего это именно реберно-позвоночное сочинение то такой прием сразу бегать вперед расскажу все-таки у нас мануальный же массаж да тогда мы берем эту руку показываем что хотим расслабить и расслабили показали да если не расслабляет вам словами скажите до расслабить наконец вот взяли под лопатку ведь можем во-первых проработать переднюю группу пучок пищевых мышц грудную часть диода не крепится тоже к руке кстати делать за грудные мышцы они тоже идут к руке работать и потом захватив и расслабив чтобы упираемся локтем вот в эту зону не мастерской отростку соответственно лопатку да и даем от на замочке перемещая сверху нашим ползает чуть-чуть видите еще раз отсюда и расслабились конечно в этот момент возможны траст хруст дала под хорошо расслабляется особенно если у человека не имеют пальцы эти два мизинец и безымянный до можно на средний это правило защищение именно в этой зоне от первого шейного позвонка где-то до середины грудного отдела тоже таким способом расслабили опять выводим всю лимфу и кровь подключить на подмышечную зону далее переходим к другой зоне например к ягодицам да но при этом мы не сразу бросаем до зоны переступить а делаем вот такой прием дополнительно этому крыловидную мышцу широчайшую закрепили и размяли кольцевым движением но с помощью лапа леопарда и далее по ребрам раздвигаю ребра такой вибрации спускаемся потихонечку ягодичные мышцы можно кожу немножко тоже так между пальцами пропускать дополнительно массировать защищение таким методом защищения но добавится видите характерного покраснения нам говорят о хорошо проделанной работе ну давайте повторим дамы господа в следующем видеоролике увидите новые приемы работы с ягодичными мышцами